МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Коротко о главном. Все тайное становится явным. В следственном управлении Следственного комитета России подвели итоги работы в первом полугодии 2015 года. На зеленой волне светофоры на чебоксарских перекрестках объединяют в единую информационную сеть. Из огня до вполымя пожарный Чебоксар поборется за награду на чемпионате по водным видам спорта в Казани. Сегодня расширенная коллегия Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии рассмотрела итоги работы в первом полугодии 2015 года. В работе коллегии принял участие временно исполняющий обязанности главы Республики Михаил Игнатьев. 11 сообщений в месяц приходится на каждого следователя Следственного управления СКР по Чувашии. По 2-3 уголовных дела направляются в суд. Показатель качества на треть меньше дел возвращается на доследствие. В текущем году следственные органы следственного управления работали в условиях роста на 11% числа зарегистрированных преступлений. В то же время в результате комплексных профилактических мер количество особо тяжких преступлений уменьшилось почти на 15%, в том числе убийств на 2% умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевших на 60%. При этом, благодаря совместным усилиям правоохранительных органов в первом полугодии, как прошлого, так и текущего года, раскрываемость убийств, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и изнасилованием составила 100%. Благодаря совместным усилиям всех правоохранительных органов Республики раскрываемость преступлений составила 100%, причем как уголовных, так и коррупционных. Последних, кстати, стало больше на 54%. Это произошло еще и потому, что проверки проводятся тщательнее, а следствие ведется эффективнее. Компетенции Следственного комитета отнесено в расследование всех налоговых преступлений. Только за 6 месяцев текущего года, благодаря сотрудникам Следственного управления, бюджет Республики был возвращен почти 271 миллион рублей с ростом в уровне прошлого года на 25%. Мы собрали доходную часть, но и по расходной части распределяем эти средства открыто, публично, по всем нашим государственным программам. Чувашия стала пилотным регионом ПФО по отработке антикоррупционных мероприятий. Эти нарушения в основном у нас проявляются при предоставлении земельных участков, при осуществлении государственных и муниципальных закупок и при использовании бюджетного рубля. Хотя вроде бы система прозрачная, открытая, но отдельные должностные лица допускают соответствующее нарушение, и мы никого не скрываем, мы предоставляем оперативную информацию. Следователи играют важную роль в восстановлении социальной справедливости, отметил временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. Он рассказал о том, какая работа проводится в муниципалитетах для улучшения качества жизни, строятся и ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы и устанавливаются спортивные площадки. В завершение заседания наградили отличившихся сотрудников и журналистов, которые освещали деятельность следственного управления СКР Почуваши. Среди награжденных шеф-редактор Национального телевидения Республики Татьяна Молокова. В Чубаксарах продолжается модернизация системы дошкольного образования. Этим летом сразу в нескольких столичных садиках будут открыты новые группы. Дополнительные места планируют создать и для юных жителей южного поселка. Капитальный ремонт в детском саду номер 15 уже начался. Капитальный ремонт в этом детском саду не проводили многие годы. В первую очередь подрядчикам пришлось заменить ветхую проводку. Сейчас строители красят стены в коридоре, стелят линолеум в спальнях и устанавливают новую технику в пищеблоке. Мы требуем сертификаты на все материалы, которые поставляются в детский сад в целях безопасности. Нам все подрядчики предоставляют все сертификаты на все материалы. Сейчас мы положили линолеум, новый противопожарный, в спортивном зале. Он экологически чистый, безопасный и плюс еще невоспламеняемый. В отремонтированном детском саду планируют открыть две новые группы. В сентябре здесь готовы принять еще 50 воспитанников. В новых дошкольных группах микрорайон Пентагон нуждался давно. Здесь проживает много молодых семей. Проблемы с очередностью здесь начали решаться только в этом году. Детей в этом детском саду принимали мало, по одной группе на возраст. А сейчас у нас открываются еще дополнительно две группы. Столько детей попадет в детский сад и не нужно будет вводить в какие-то другие районы, потому что у нас здесь такой компактный райончик. И детский сад у нас один. Мы очень рады тому, что будет модернизация. Работу подрядчиков контролируют в администрации Чебоксар. С инспекцией на объекте побывал и глава города. Леонид Черкесов потребовал завершить капитальный ремонт детского сада в срок. Я думаю, что контроль еще жестче будет. Сроки наша задача, чтобы все работы, которые проводятся разными подрядчиками, закончились в одно и то же время, в кратчайшие сроки, чтобы дети могли пойти в детский сад. До конца этого года только в рамках федеральной программы в городе будет создано более 300 дополнительных мест. Сейчас проблема с очередями особенно актуальна для Калининского района Чебоксара. И также у нас еще создаются 210 мест. Это для детей, которые могут за счет доукомплектования в соответствии с Анпином детские сады создать еще дополнительные места. И в суммовом выражении у нас получается более тысячи мест создается уже только в этом году для детей возраста 20,5 лет. Проблему с очередями в столице республики планируют решить полностью в ближайшие годы. Медриковалев и Олег Якимов. Республика. Каждый из нас ценит свое время и пытается организовать его максимально рационально. Сотовая связь, интернет помогают быстро решить важные вопросы. Отвечая запросам населения, больницы республики перешли в режим онлайн. Записаться к участковому врачу сегодня проще простого. На помощь пришли интернет и колл-центры. Все это используется в городской клинической больнице номер один, самой крупной в Чувашии. Все плюсы электронной регистратуры, они тоже налицо. Во-первых, пациенту удобно, потому что он может записаться в то время, когда он может прийти в поликлинику. В то же время удобно врачу, потому что врач, зная список пациентов и зная свое прикрепленное население, в принципе, он тоже может запланировать свой прием. Городская детская больница номер один принимает маленьких пациентов более 70 лет. Сегодня это современный комплекс, отвечающий всем требованиям. Администрация больницы активно внедряет новые технологии, направленные на создание максимально удобных условий для пациентов. В частности, заранее записавшимся на прием рассылают СМС-сообщения с подробной информацией. Во многом благодаря такому внимательному подходу детской больнице удалось занять призовое место среди самых эффективных и лучших поликлиник России. То, что получилось, это отчасти действительно заслуга всех наших участковых докторов, потому что это та служба, которой мы можем гордиться. У нас есть специалисты, врачи-специалисты, которые давно оцениваны в республике. Новации коснулись и аптек нашего города. Сервисно-поисковая платформа «Спутник» значительно облегчает поиск нужных препаратов по самой выгодной цене. На сайте предоставлены не только адреса ближайших аптек, но и полезные статьи о наиболее часто встречающихся заболеваниях и их профилактике. Здесь это добровольное участие аптечных учреждений в этом сервисе. То есть, если они размещают свою информацию о наличии препаратов и о их цене на этом электронном сервисе, то пациент имеет возможность выбрать аптечное учреждение, выбрать стоимость препарата. Со временем технологии будут внедрены во все больницы республики. Таким образом, очереди значительно сократятся, а время, отведенное на общение врача и пациента, увеличится. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах продолжают свою работу 26 пунктов сбора гуманитарной помощи Юго-Востоку Украины. Только за первые два дня в благотворительной акции организованной партией «Единая Россия» приняло участие более 200 человек. Пункты приема начинают свою работу в 11 утра и закрываются только после 8 часов вечера. Люди, проходя мимо, просто не могут остаться равнодушными. У одних на территории Юго-Востока Украины остались друзья и родственники. Другие же просто хотят помочь. Вообще, я считаю, что очень важно вообще помогать. И совершенно не важно, какой человек является нацией, из какой он страны. Главное помочь, главное откликнуться, потому что кто, если не мы? Елизавета Ластухина уже несколько раз носила свой вклад в сбор гуманитарной помощи. В благотворительных акциях принимают участие и члены ее семьи. Сегодня она вновь заглянула на пункт сбора, чтобы уточнить, какие продукты и вещи необходимы в первую очередь. Волонтеры охотно объясняют, нужны различные крупы, чай и сахар, предметы гигиены, детские игрушки и констовары, которые необходимы в новом учебном году. Человек, который приносит какую-либо гуманитарную помощь, получает вот такой вот значок, на котором написано «Я помог Донбассу». И мы его очень благодарим за помощь и надеемся, что каждый из вас тоже придет к нам. Однако, по словам самих волонтеров, многие люди, пришедшие помочь, отказываются брать что-то взамен. Напомним, что Чувашия не первый раз участвует в мероприятиях по сбору гуманитарной помощи. Только в ходе последней акции, День знаний в Новороссии, было собрано более трех тонн школьных принадлежностей, которые были отправлены в Москву для доставки в составе общероссийского конвоя в Луганскую и Донецкую Народные Республики до начала учебного года. Мария Леончик, Игорь Зверев, Республика. Ежедневные сводки ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях говорят о том, что ситуация на дорогах ухудшилась. За прошедший год на дорогах России погибли около 30 тысяч человек. Фактически, население небольшого города. С начала недели на Цивильском мосту в Чувашии произошло уже две аварии. Причина – несоблюдение правил дорожного движения. По данным ГИБДД, на 677-м километре трассы М7 «Волга» произошло две аварии. Водитель ВАЗ-2109, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с грузовым автомобилем. В результате ДТП на месте скончалась пассажирка «девятки». По словам очевидцев, она не была пристегнута ремнем безопасности. Еще трое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы. Вчера, 28 июля, на том же участке дороги Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с фурой. Затем легковой автомобиль врезался в микроавтобус Mercedes-Benz. Водитель и пассажир Solaris были госпитализированы. Также в машине находился 7-месячный ребенок, который не был пристегнут. Он в реанимации. Возможно, одна из причин аварии – большое количество автомобилей, скапливающихся у недостроенного моста через реку Цивиль. Вопрос о сдаче объекта в эксплуатацию на контроле у временно исполняющего обязанности главы Чувашии. Подрядная организация «Башкир Автодор» планирует закончить строительство к осени. В рамках муниципальной программы развития транспортной системы до конца года еще 18 перекрестков города будут снабжены техническими приборами для объединения светофоров и детекторов транспорта на дорогах в единую информационную сеть. Она призвана освободить город от пробок. Благодаря этой системе операторы Центра управления дорожным движением получат информацию о состоянии светофоров и о количестве автомобилей по Эгерскому бульвару на проспекте Максима Горького, Ивана Яковлева, а также на перекрестке улицы Университетской и Мичмана Павлова в режиме реального времени. В случае большой загруженности конкретного участка они могут в ручном режиме управлять светофорами. Затраты на реализацию проекта составят 9,5 миллионов рублей. В Чебоксарах сделали первый шаг в согласовании наземных конструкций туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». В этнокомплексе Амазония появится лестница влюбленных, которая будет спускаться к водоему. Управление архитектуры и городостроительства сообщили, что в администрации города уже выдали разрешение на строительство. Участок, который выделили под возведение лестничного спуска и видовой площадки, находится за торговым центром «Семь холмов». В городской администрации также отметили, что перепады высотных отметок лестницы влюбленных будут достигать 8 метров. В Казани проходит 16-й чемпионат мира по водным видам спорта. В нем принимают участие 2500 спортсменов из 190 стран. В России такого рода соревнования проходят впервые. Андрей Гориянов, пожарный из Чебоксар, поборется за награду в плавании на 50 метров в категории «Мастерс». Андрей не случайно выбрал такую профессию. Работа спасателем подразумевает как физическую, так и моральную подготовку. Эти же качества обязательно должны присутствовать и у спортсменов. Пожарную часть нужна спортивная подготовка, чтобы была очень хорошая. И поэтому меня с удовольствием сюда взяли. И я работаю здесь. И получается, защищаю честь пожарной части. Я все время хотел стать спасателем. Не знаю почему, у меня в крови в детстве хотел кого-то спасти. Это может быть чувство того, что я умел плавать. Сейчас Андрей под руководством своего тренера усиленно готовится к соревнованиям. Вместе с ним в мировом первенстве в категории «Ветераны» принимает участие Виталий Черный. Андрей регулярно тренируется. Я могу сказать, что я непосредственно каждое занятие не присутствую. Естественно, при необходимости я консультирую по технике, по тактике. То есть ребята достаточно высокого класса, они мастера своего дела. Поэтому, наверное, с моей стороны больше поддержки и активного участия, так сказать, в их таком пути спортивном. Моя жена, мои родители, моя теща любимая, мой тренер Дмитрий Васильев-Горьевич и также мои коллеги по МЧС. Они все будут очень внимательно смотреть эти соревнования и также будут за меня болеть. Едем только побеждать. Остается только пожелать ребятам удачи. Опыт и мастерство у них уже есть. Алексей Табинов, Александр Петров, Республика. На старт наши пловцы выйдут 9 августа. А с 3 по 5 августа на стадионе Олимпийский пройдет чемпионат России по легкой атлетике. По итогам соревнований будут определены те, кто отправится представлять страну на мировое первенство. Программа чемпионата ожидается насыщенная. В течение трех дней легкоатлеты с утра и до самого вечера будут бороться за место на пьедестале, которое даст возможность отправиться на чемпионат мира в Пекин. Правда, ряд спортсменов по решению тренерского совета получили освобождение от соревнований. Но, несмотря на это, они изъявили желание выступить в Чебоксарах. Среди них Екатерина Конева, Мария Кучина, Даниил Цыплаков и другие. На чемпионате также выступят крымские спортсмены и впервые кенийские легкоатлеты, которые претендуют на место в сборной России. Такой была эта среда глазами корреспондентов программ «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова